До начала учебного года один день. Все школы уже прошли проверку готовности. В этом году двери для учащихся распахнут 88 организаций Барнаула, а всего школьников нынче 92 тысячи. Это на две больше, чем в прошлом году. Среди них 10 300 первоклашек. И у некоторых при зачислении были сложности. В этом году с местами напряженка была в нескольких школах города. Это основные наши точки. Это индустриальный район, микрорайон новостроек и центральный район. Все проблемы на сегодняшний день решены. За счет чего это все решилось? За счет того, что мы, к сожалению, вынуждены были укомпликовать классы с большим количеством детей, нежели хотелось бы. На сегодняшний день классы есть и по 34, и по 36 человек. Но проблемы решают. В том числе и путем доставки на автобусах. К примеру, первоклассников из микрорайонов времена года, Норд и кварталов 2010 и 2011, дробь 2, которые не попали в школы по месту жительства, будут возить на автобусах в другие учебные учреждения. Количество транспорта будет зависеть от наполняемости. Автобусы будут брать в аренду. Маршрут уже утвержден. Маршрут будет, естественно, проходить по улице Взлетная, то есть от места проживания этих детей. И затем по Попово. Ну, то есть там определенный маршрут. В школу 114 на Панфиловцев и в школу 84 на 50 лет СССР 10. Детей будут забирать только с микрорайонов с этих. По пути их забирать никто не будет. То есть вот здесь садятся на Взлетной и все. И дальше автобус следует до места назначения. Обратная доставка тоже будет. Власти рассчитывают, что уже в ближайшие годы проблему нехватки мест удастся решить. Ведь в перспективе появятся новые школы. К примеру, уже 1 сентября откроют долгожданную в микрорайоне «Спутник». На пресс-конференции отметили также, что год от года школы обновляются. Проводится как косметический, так и капитальный ремонт. Только в этом году по федеральной программе модернизация школьных систем образования откапиталили три школы. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.